приветствую друзья хочу показать вам очень интересную вещь которую принесли мне починить это вот такая вот балда кто этим пользуется сразу узнали проблема в нем вот такая в общем не хочет она работать это самая ответственная вещь сварочном аппарате полуавтомате после трансформатора конечно и рукавиц в общем подозрение на то что шестеренки пластиковые все полетели сейчас разберем и посмотрим что же там случилось но я больше чем уверен что шестеренки сейчас разберем один винт второй и вот этот вот на рычаге он должен быть длинный такой третий винт открутил сторону это убираем это так и сейчас должен открыться вот она чем открылся смотрим пластиковый редуктор вот я включил здесь проскакивает и возможно здесь проскакивает в общем надо делать новые шестеренки так что у нас тут 23 так смотрим тут латунь без износа так первая шестеренка здесь износа нет здесь маленькая часть кончилась абсолютно попробуем сделать эту шестеренку цельным из латуни или бронзы что найдется по диаметру вот вторая шестеренка ну из-за этого сдохло все вот это вот бит на даже ступеньки зубы в два раза меньше стали тут тоже зубы непонятно какой формы ну и следовательно здесь тоже зубы более-менее еще есть но лучше сделать потому что они сразу начнут жрать ведущую шестеренку с этим все нормально здесь оборотов не было да и огромный модуль тут в общем надо сделать три ступенчатые шестеренки ну всю тягомотину изготовления шестеренок не буду рассказывать показывать это очень долго заняло целый день сделаю вот так и появится на столе вот такие вот три замечательные металлические шестеренки модуль тут от 0 6 до 1 25 шестеренки цельные сначала думал сделать отдельно эту маленькую шестеренку потом запрессовывать туда большую на палец и запаивать потом думаю сделаю по-другому а именно вот на этой шестеренке зубы строгать строгал я их на маленьком токарном станочке corvette 400 от группы компании энкор модули все разные все три шестеренки получались это 6 установок то есть сразу все никак не делалось вот поступенчато вот один модуль 2 его пара 3 его пара и 4 вот здесь строгал потом заготовку ставил на делительную головку на фрезерном станке модульной фрезой фрезеровал ведомые шестерни вот у нас делительная головка фрезерный станок куча стружки за целый день после фрезеровки зубьев ведомой шестерни отпиливал практически три одинаковые шестеренки по принципу действия но совершенно разные здесь посадка 4 миллиметра плюс пару соток получается очень плотная безлифтовая посадка все готово три шестеренки готовы соберем крутится 2 крутится 3 никуда не денется эту балду всю вытащить и проверить сначала без корпуса работает или нет вот она какая так немного занизить надо будет до чуть-чуть занижем занизим вот эти шестеренку его надо заменить так лучше это сделать сразу вот здесь занижение надо сделать занижение сделал на миллиметр устанавливаем садится поглубже это все вроде бы как хорошо сейчас попробуем завести это все хозяйство ну-ка мощная штука крутится легко отлично все работает сейчас все соберу залезом конечно же так так разберутся берут смазку сами напихают какую надо все четыре оси должны совпасть вернее 3 оси и 1 вал как-то так надо сделать чтобы они попали все попали хорошо не сюда 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 так сюда отвертку так 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 провод просовываем зажимаем закрываем и работаем шумит конечно громче пластиковых но зато работает вот такой вот день у меня сегодня был хорошее дело сделал три шестеренки ступенчатых три разных шестеренки сделал собрал протестировал видео на канале стараюсь выкладывать каждую неделю благо интересные вещи попадаются в работе за неделю вот вот я хочу снять видос по трофе деталям целый ряд снаряжения как делается их можно заказать приобрести вот ну в общем то все вот наверно сказал да напомню о том что коба морозов появился в инстаграме так и называется коба морозов маленькими прописными английскими буквами страницы вконтакте моя страница не коба морозов следите пишите будьте здоровы до свидания